МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Современные предприниматели ищут нишу, которую можно свободно занять и развивать свой бизнес. Хорошо, если это любимое дело, хобби, которое бы приносило доход. Кроме того, собственный бизнес намного лучше, чем работа на кого-то. Одним из вариантов может стать пчеловодство. В Республике Молдова пчеловодство является популярным занятием со своей богатой историей и сотнями пчеловодов. Единожды полюбив пчел и мед, оно становится делом на всю жизнь. Так и наши братья Владимир, Андрей и Сергей полюбили пчеловодство еще с давних пор. Сегодня у них предприятие по производству меда насчитывает 600 пчелосемей. У меня дедушка был пчеловод из матери страны и отца страны. Отец мой не был пчеловодом, как бы, чтобы именно посвятил себе пчеловодству. Я больше пристрастился к этому, но я в детстве тоже, конечно, участвовал в этом. Дедушка брал на пасеку, все, но это не было таким любимым занятием, которое мне нравилось. Спустя годы я женился. Тесть мой, пчеловод, очень известный в нашем регионе, и он меня начал притягивать к этому делу. Говорит, давай, начинай, тебе понравится. Я поначалу, когда женился, он мне подарил 10 ульев. Это было 20 лет назад. Прошло несколько лет. Мне это все-таки не понравилась работа, потому что у меня была другая работа. Я занимался автомобилями, ремонтом автомобилей 20 лет в своей жизни. И на тот момент, как бы, в принципе, было неплохо по автомобильному бизнесу, и меня пчеловодство не так привлекало. И оно не было, возможно, или я его до конца не понял, скорее всего, потому что пчеловодство действительно надо полюбить. Его нельзя использовать чисто как бизнес. Если будем пользоваться его как бизнес, то животное, оно чувствует, когда его любят. И ты относишься к ним с любовью, а не к тебе с любовью. Если к ним не с любовью, это не машина, которой можно... Я занимался ремонтом машины, и там тоже нужно было с любовью делать, потому что, когда ты делаешь любую работу с любовью, любая работа, она показывает себя тогда, когда ты уделяешь ей душу, даешь, выделяешь свою душу. Ну, 20 лет я уделил свою душу ремонту автомобилей, и со временем просто от того, что ты работаешь с людьми, это вот отношения с людьми, клиенты, они очень нервозные. И за 20 лет я настолько вымытался, что сказал, что я не хочу больше. И, ну, буквально еще до этого, ну, лет 15-16 я работал, и тесть начал меня больше к этому привлекать, и потом взял, подарил мне сразу 40 ульев. И это был стимулом того, чтобы, ну, продолжить этот процесс, и вот я начал это дело вникать больше, 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 и за несколько лет я вник очень сильно в это, потому что я любое время, которое у меня было свободное, я посвящал изучению пчел. И действительно я полюбил пчеловодство, полюбил пчел, и начал развивать не просто самих пчел, я вникал в то, как их производить, чтобы породы можно было бы какие-то вести, чтобы пчеловодства не было, просто купил от кого-то и пользуешься. Настоящий пчеловод должен уметь сам полностью обеспечивать себя и семенем, с которого ты ведешь линию пчеловодства, ты делаешь отбор семей, который позволяет работать тебе качественно и хорошо. Мы покупаем сначала какую-то часть семени, которая на сегодняшний день большинство покупает, материнскую линию мы покупаем, а потом уже отцовскую линию мы выбираем из того, что у нас есть. И благодаря этому мы выбираем отцовская линия, тоже играет большую роль, она влияет почти 40% на самих пчел, и вот за счет этого это все становится очень интересным. Ты когда работаешь и вникаешь в это, как производить маток, как сделать лучше, какие улья лучше подойдут. Вот, допустим, мы ведем вид пчеловодства кочевой, не только стационарный, и кочевое. Кочевое пчеловодство это отличается от стационарного пчеловодства. Во-первых, пчелы должны быть чуть-чуть другие, они должны быть рассчитаны на то, чтобы все время работать, потому что есть пчелы, которые стационарные, с ними не сделаешь то, что ты делаешь с кочевым. И поэтому это дело все дальше и больше становится интересным. Сейчас, допустим, когда приходит осень, начинается декабрь, зима, я начинаю скучать по пчелам. А когда приходит январь, у меня начинают сниться сны уже про пчелы. Я скучаю по ним настолько, что ждешь, когда в феврале ударит немножко солнышко, так мы сразу бежим пчелам, и даже смеются с меня знакомые, говорят, ты как-то пчела, чуть-чуть солнца увидишь, сразу к ним бежишь. Ну, так и становится, потому что тебе нравится, и ты видишь тот результат, который ты делаешь, ты видишь. Улья открытая, и кажется, что пчела обходит хаотично, и непонятно, что она там делает. На самом деле там есть порядок, есть иерархия, и многие думают, что вот даже трутинец взять, что он бесполезный. На самом деле он очень полезный, и без трутинец не будет, и пчеловодство, наверное, и пчелы не будет. Поэтому, как бы, хочется сказать, что пчела – это разум. Разум, который мы иногда и не понимаем. Но этот разум, который имеет жизнь, имеет будущее. Андрей рассказывал про своего тестя, его тесть – мой дядя. И тоже он мне привил эту любовь к пчелам. Мне было сколько лет? 14, наверное. И он взял меня первый раз на пасеку, помочь ему. Ну, скажу вам честно, когда он меня брал на пасеку, у меня ком становился в горле, и я не хотел ехать. Ну, потом он подарил мне один улик, потом мы из того улика сделали второй, отводочку сделали. У меня стало уже две семьи. И когда первый раз, честно вам скажу, когда первый раз я сдал свои полфляги меда и взял эти деньги в руки, думаю, ух ты, это же можно работать, можно зарабатывать. Вот, и потихонечку, потихонечку, и я с 14 лет, я в пчеловодстве. Был период, когда я летом занимался пчелами, а зимой уезжал. Но сейчас уже вот 4 года я никуда не уезжаю, потому что некогда уезжать. Хозяйство большое, надо зимой готовиться к сезону. Стартовый капитал небольшой, расходы можно легко спрогнозировать и посчитать, если придерживаться плана по разведению пчел и реализации товара. То прибыль покроет потраченные деньги. Я вам сказал, что я 20 лет работал в автомобильной промышленности, а если быть даже более точным, 23 года. Я закончил 9 классов, сразу пошел работать, учиться по рихтовке автомобилей, потом малярку пошел, и этому я уделил 23 года своей жизни. И вот смотрите, когда я уже работал лет 16-17, то тогда я начал посвящать больше свое время пчелам. Я параллельно работал и на пасеке, и с автомобилями. Благодаря автомобилю я имел ресурс, который позволил мне вложить эти деньги в пчеловодство. И скажу так, большого дохода с пчеловодства за последние 7 лет, которые я влаживаю постоянно, я еще не забираю много денег, потому что я больше влаживаю. К примеру, если мы получаем доход, к примеру, 300-400 тысяч в год, то из них процентов 70 я влаживаю пчеловодство, а остальную часть уходит, может быть, для нас. Ну, я говорю не считая расходов, потому что расходы есть постоянно. Расходы минимально, 40% идет, минимально. С учетом, не считая инвентаря, который мы закупаем, потому что есть расходы топлива, расходы инструмента, расходы покупка воска, покупка сиропов, тканги, есть куча. Это расходники, которые тратятся ежегодно. Допустим, пчелаулия, прицепы, это инвестиции, многолетние инвестиции. Их влаживаешь один раз, но они служат тебе долго, их я не считаю в расходы, они идут инвестиции. Поэтому, благодаря моей первой работе, я вложил 40 ульев, и только улья, вернее, пчелы только имел, ульев я не имел. Я заказал себе сначала 30 ульев, потом еще 30 ульев, потом заказал 80, потом 100. И вот так, по-чуть, по-чуть, по-чуть я влаживал в это дело. Естественно, там входят медогонки, и прицепы, и куча-куча инвентаря, который влаживается. Вопрос в том, что благодаря тому, что я имел другой бизнес, другую работу, я имел возможность себе по-чуть-чуть влаживать. Конечно, сразу много я не мог вложить. У меня не было таких больших денег, и даже в автомобильной промышленности тоже не зарабатываешь горы. Автомобильный бизнес я оставил по двум причинам. Это здоровье, которое, потому что малярка, она, ну, нельзя работать малярке всю жизнь. Я думаю, что любой, кто занимался этим делом, понимает, что 20 лет малярке уделить, здоровье уже очень сильно шатается. Поэтому я оставил это дело, потому что, ну, пусть молодые чуть-чуть сжигают в свое здоровье. Для того, чтобы начать заниматься пчеловодством, нужно рассчитать все – инвестиции, затраты, прибыль, убытки. Но самое главное – это приобретение пчел, пчелосемей. Нужно найти ту породу, которая адаптирована к нашему климату. По законодательству наши пчеловоды могут использовать карпатскую породу. Они покупают материнскую линию и здесь уже скрещивая получают ту породу, которая прекрасно чувствует себя в условиях нашего климата. Если говорить о породах пчел, вы знаете, я пробовал разные породы. У меня и карпатская была, и кавказская была, и бахвост, и карника. Я только… и молдавская, вот можем сказать правильно. Молдавская порода – это порода, которая сама по себе, которой никто не следит за селекцией. Это передает струтни, не знаю какие, и это получается молдавская пчела, которая, в принципе, я считаю это молдавской пчелой. Потому что она как-то стабилизируется здесь. Начинал я, естественно, с молдавской пчелой, которая селекционирована была моим тестем. Почему так я говорю? Потому что мой отец пчеловод очень хороший, и я благодарен тому, что я очень много опыта от него получил. Я думаю, что если бы не было бы его, я бы, возможно, не дал бы такой акцент пчеловодству. И благодаря ему я вникал в это больше, и тех пчел, которые я от него получил, они были им селекционированы для того времени, как они могли, это так и делали. Но они селекционировали и получали очень довольно-таки неплохой мед для того вида пчеловодства. Они работали тогда все в лежаках, эти лежаки им позволяли тогда даже снимать в среднем год почти до 100 килограммов меда в год. Я считаю, это очень хороший показатель для того времени. Но единственный минус во всем том пчеловодстве был, нельзя было держать большое количество пчел. Потому что та порода пчел не позволяла держать большое количество. Им требовалось особое внимание. Если, допустим, сегодняшнее наше пчеловодство отличается тем, что я не уделяю столько времени самим семьям внутри, потому что если ты делал, я сделал некоторые операции, которые мне позволяют увидеть, что там делается, дальше мы открываем улья только для того, чтобы увидеть, есть ли мед там или нет. Мед – это у нас тот барометр, который показывает состояние семей. Если есть мед, нечего делать в улей, трогать, мешать им. Природа сама заботится о себе, Бог так их создал, что если там качественная матка и здоровая семья, то там есть всегда мед. И мы на основании этого работаем. Он хорошо, настолько знает, как правильно водиться пчелами, что он может подойти к любым пчелам. Вопрос не то, что подойти, а управлять любимыми пчелами. Если вы возьмете любого собаковода, который занимается собаками, он любую собаку может… Это животное, которое можно приручить. Так же самое и с пчелами. Если я хороший пчеловод, я чувствую, вижу и открываю улей, я сразу могу понять, что сейчас будет. Стоит ли подходить к нему или стоит ли открывать его? Допустим, мы стараемся выводить… Я селекционирую таких пчел, чтобы не были злобливых. Злобливых пчел мы уничтожаем. Мы матку меняем, и меняется порода, естественно, сразу же, и пчелы все миролюбивые. И мы дымарем очень мало пользуемся, и поэтому нам очень удобно в данной ситуации работать. И поэтому вот так вот. Место для установки ульев должно находиться далеко от промышленных районов, потому что это вредно для пчел и приводит к их болезни, вымиранию. Также плохо сказывается на продукции. Пчеловода нужно заранее приобрести инвентарь для работы по разведению пчел и для сбора меда. Важно обзавестить защитным костюмом, ведь пчелы достаточно больно жалят. Их укусы могут быть опасны для здоровья. А если у человека еще и аллергия, то и опасны для жизни. Пасеку лучше оградить высоким забором, чтобы никто не потревожил пчел. Ведь в стрессе они более агрессивны и менее работоспособны. Как говорят, человек, проезжая на машине, видит вокруг цветы, а пчела и опытный пчеловод видят мед на километры. Так и в этом деле. Для того, чтобы привезти пасеку на определенное место, пчеловоды заранее обходят места и находят именно то, которое будет пригодно для установки пасеки. Здесь должны быть комфортные условия. Это близко к каким-либо пассивным растениям, где пчелы могут набраться нектара, а также и лесополосы. Раньше тоже ездил, просто смотрел на природу. А сейчас я езжу и смотрю не просто на природу, я изучаю, о, здесь классный лес есть, да. Ох ты, смотри, вот здесь подсолну будет позднее, вот здесь будет ранний. А вот здесь рапс есть, да, вот все, сейчас осенью сеет рапс, значит, ага, следующий год будет там рапс. И каждый раз, когда ты ездишь, ты просто на природу смотришь именно так, что вот эта природа там, где ты мог бы все-таки побывать. Она красивая тем, что это место будет, возможно, лучше. И ты видишь действительно, ты видишь мед, ты видишь пыльцу, ты видишь благо для пчел, и поэтому ты изучаешь эти моменты. Поэтому я учился в своем детстве. И знаете, как говорят, у собаки есть нюх на еду, да, вот. Когда ты учишься пчеловодству, у тебя должен быть нюх на мед. И если ты не имеешь практики, чтобы выбрать себе место, то ты можешь не получить мед. И это стопроцентно, я вам скажу. К примеру, начиная с февраля месяца, я начинаю ходить по лесам, потом мы переходим на поля, потом опять в леса, потом опять на поля, и мы постоянно изучаем. Не может быть, очень часто даже, можно сказать так, что одно и то же место может не давать. Для этого ты ходишь, изучаешь, смотришь, какое цветение, ты смотришь, не замерзла ли, да, хорошо ли выглядят поля, есть ли влага на полях. Куча, куча моментов. Кроме того, ты ходишь, изучаешь, кто вокруг тебя может стать. Ты выбираешь место так, чтобы не помешать кому-то, потому что это важно. Потому что поругаться с людьми всегда можно. Надо сделать так, чтобы ты не ругался с людьми, а наоборот дружил с людьми. И для этого нужно выбирать место так, чтобы ты, мы кочевые, и мы приезжаем, там тоже есть люди с пчелами. Нам нужно посмотреть, чтобы мы не стали кому-то на перелет, чтобы мы никому-то не помешали. И мы никогда не привозим большое количество пчел в одно место. Потому что в том месте тоже есть люди, которые имеют пчел. Поэтому надо это учитывать. У нас есть людей, знаете, вот здесь хорошо, здесь дает, давай принесу всех сюда пчел. Это неправильное мышление. Тот, кто так думает, это неправильное мышление. Потому что всегда во всех регионах есть люди с пчелами. Их надо учитывать, потому что они тоже хотят получить мед. И если у тебя большое хозяйство, значит ты должен распределить твое хозяйство, чтобы никому не навредить, чтобы люди, соседи другие, которые ты приходишь туда, не приходили, не гнали тебя палками. Знания о пчеловодстве всегда можно пополнить не только из специальных книг, сайтов. Но кроме этого есть и другие способы. Например, посещение семинаров, общение с другими пасечниками. Андрей Колтук отметил, что у нас в регионе очень мало проводится специальных семинаров именно для этой отрасли. Скажу, что в последнее время очень мало у нас проводится. Скажу по-другому. Семинары, когда-то мы даже, у нас есть знакомые с Румынией, мы даже приглашали знакомых с Румынией, которые занимаются промышленными пчеловодствами. Они делали семинары здесь у нас, в Молдавии, в Гагаузии. Мы даже делали в лицее как-то семинар. Мы были как бы одним из организаторов в этом. В университете? А, да, в университете. Вот мы в университете делали года три назад, четыре, наверное, делали семинары по пчеловодству. Я вам скажу, это очень полезная информация и нужная. Вопрос в том, что в Гагаузии не сильно развито само, не то что пчеловодство, а нет, не сильно развито управление по пчеловодству. Потому что пчеловодство в Гагаузии развито, я вам скажу, больше, чем в других регионах. Если мы возьмем плотность пчелосемей в Гагаузии и возьмем ее на севере или в центре, Гагаузия, я думаю, в два-три раза превысит плотность пчелиных семей, чем во всех регионах. Даже далеко не надо ходить. Если мы пойдем в Кантемирский район, то там уже нет той плотности пчелиных семей, как у нас здесь в Гагаузии. Не знаю почему, но вот пока у нас нету такого лидера, который бы, может быть, сильно хотел бы вести пчеловодство. То ли мало, я думаю, что, скорее всего, не инвестируется денег, вот достаточно ни в Гагаузии, ни кем. И никто не хочет бесплатно работать. А это нужна ответственность. Это нужно ввести, это нужно проводить все эти семинары, надо находить спикеров, надо заниматься этим делом. Я, допустим, на это не иду, потому что у меня, у нас пасека большая, и физически, вот у нас 600 пчелосемей, и физически у нас работает 4 человека постоянно, и со мной вместе 4, имею в виду. Мы работаем постоянно, и время от времени мы берем, нанимаем там 2-3 человека на качку, когда вот интенсивно идет работа. А так в основном мы 4 человека снабжаем вот эту большую пасеку. Поэтому физического времени уделять там семинарам и так далее нету. Время семинаров – это зима. Вот зимой мы уже начинаем, начинаем искать здесь семинары. Я ездил в Кишинев, в семинары. Я даже в этом году нас вызывали края, есть такая у нас государственная сила, структура, которая занимается сельским хозяйством, и они нас вызывали, так как мы имеем предприятие, они нас вызывали по животноводству, делался семинар. Ну, большая часть была на румынском, и по пчеловодству там очень мало акцента. Больше по животноводству. Ну, и то у нас в Молдавии, которое очень-очень-очень-очень ушло. В этом году холодная весна и засушливый год принес немало проблем для пчеловодов. Но, несмотря на это, урожай в этом году хороший. Ценовая политика пока не определена. Скажу вам так, весна была действительно холодная, но весна была неплохая в общем. Ее единственный минус этой весны был, это задержка. Если, к примеру, мы в среднем считаем, как у нас в Молдавии, в нашем Гагаузии, вот в нашем регионе, потому что, если мы возьмем север Молдовы, он будет отличаться от нас неделю-полторы до двух недель, то у нас развитие, мы считаем всегда в норме. Это когда вот 1 марта наши пчелы приходят с пыльцой. Если наши пчелы приходят с пыльцой 1 марта, это считается нормой для нашего региона. И тогда мы понимаем, что время, когда надо уже трогать улья, влазить в них, что-то делать с ними, если погода позволяет. В этом году случилось по-другому. Где-то числа 15 февраля пошла ранняя весна. Пошло развитие, резко пчелы возбудились, пошла пыльца, и пчелы начали раньше. Но буквально неделю-полторы это как раз дало то, чтобы пчелы начали свое развитие. Потом ударили морозы, и начало марта, до середины марта у нас, получается, были морозы днем. Это днем были морозы, не только ночью морозы были, а и днем были морозы. И когда такое время, ну, когда и днем морозы, то возбуждение пчел, которое было, оно дало назад. Пчелы остановились, они прекратили развитие своего расплода, и поэтому пчелы отстали. И когда в среднем у нас, если с 1 марта начинается, и мы считаем число 20 марта, уже у нас есть первое поколение пчел, основное, потому что там маленькое какое-то количество в гнездах, там с такими пятаками. Расплода, оно существует и в феврале, это я не считаю расплодом, это только износ, я считаю. А нормальное развитие пчел, когда полноценные рамы, хорошо, много расплода, это обычно в 20-х числах марта. В этом году, в 20-х числах марта, у нас не было первого расплода. Такой расплод пошел у нас где-то в числах 15 апреля. Это получается, мы отстали на почти 3 недели по срокам. А из-за того, что сначала холодно, 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 потом резкое тепло пошло. Природа не отстала. В смысле, что не отстало? Цветение рапса сильно не отстало, цветение акации не отстало. То, на что акцентирует внимание, особенно у нас, здесь, в нашем регионе, оно не отстало. А развитие пчел отстали. И значит, что получается? Вместо 3-х поколений пчел, 4-х, мы получаем 2-3 поколения пчел. Естественно, количество пчел меньше, меньше нектара, меньше всего остального. Это вот способствовало тому, что, ну, я не могу сказать, что Бог нас не миловал, чего-то не давал нам. В этом году было очень хорошо, акация сильно цвела хорошо, потому что прошлый год был очень благословенный Богом, и Бог дал нам много дождей, и зачаток акации был очень хорошим летом в прошлом году. Если вы помните, в прошлом году в это время деревья на листьях были зеленые-зеленые, акация была зеленая-зеленая. Если сейчас у нас ощущение, как будто конец августа, а у нас только конец июля, как бы вот месяц, уже сожглось все от засухи. И вот благодаря этому акация в этом году, прошлого года, акация в этом году цвела очень красиво. Кроме того, этому способствовало еще, что она не резко отцвела. Вот из-за того, что она цвела даже в низинах, в этом году было неплохо для акации. И большинство пчеловодов более или менее неплохой урожай сняли акациевого меда. Но после акации, из-за засухи, очень сильно пошел спад всего. Пошел спад пчел, пошел спад самих растений, потому что, если возьмем подсолнечник, обычно цветет две недели, в этом году он цветет 7-8 дней. В лучшем случае. В лучшем случае, потому что есть поля, которые вообще не цвели. Если вот, когда мы ехали сюда, к нам на пасеку, вы видели подсолнечник, который более или менее еще цветет, а есть, который высох. Он позже был посеян. Реализовывать мед в нашей стране не очень просто. А если предприятие достаточно большое, то может поставлять мед оптом при наличии необходимых документов, которые подтверждают качество. Если у тебя мало пчел, то ты должен их продавать в розницу. Почему? Объясню. Нет смысла, например, розничная цена от оптовой цены отличается в 2-2,5 раза. К примеру, если там один мед, цветочного меда, там в рознице, он стоит там 80 до стали, то оптовая цена его происходит в районе в этом году 50-60, думаю, что может быть дотянет. Пока 50 в районе, сейчас покамись. Ну, почти в 2 раза. Естественно, если у вас там 30-40 семей, оптом вам, ну, вы даже не сможете обеспечить ту пачку, которую вы имеете. Поэтому нет смысла работать оптом. Если, допустим, говорить как у нас, мы не можем ориентироваться на внутренний рынок, потому что только мы произойдем столько меда, чтобы съела Молдова столько меда, должен только я один продавать, не знаю, наверное. А кроме меня там много еще есть пчеловодов. И нам нереально продать на внутреннем рынке это количество меда. Но, поэтому мы, естественно, мы продаем и в розницу. Естественно, мы не можем не продавать в розницу. Но это капля в море. Пока мы, если мы для чего объединились вместе, вот 3 брата объединились вместе, для того, чтобы мы пока пытаемся развить этот бизнес того чтобы вывозить ну пока мисс пока месте также отдаем оптовикам как и все отдают но работаем над тем чтобы все-таки выйти с этого с этой отрасли отдавать именно оптовикам ну что оптовики имеет естественно мы подаем сырье вот давайте правильно говорить мы сейчас продаем сырье которые перепродается в другие руки и потом превращается продукт в этом году большинство пчеловодов имеет мед но денег не имеет и наше предприятие не не исключение потому что мед есть у нас но нету цены на на мед кроме заготовки меда братья закупили инвентарь для производства других продуктов пчеловодства а пока стараются не терять время выкачивает мед подсолнуха мы практикуем пока месяц у нас есть предприятие которое мы официально зарегистрировано предприятие который может единственное в гагаузии даже на юге мне кажется нету больше предприятие который может производить челы члены матки члены матки это который не просто просто производить а мы имеем документы сертификат качество того что мы можем продавать и наши пчеломатки или пчелосеми могут субсидироваться могут подаваться на субсидии и вот эту отрасль мы пока мисс развиваем больше что касается пчелиного молока даже купил инвентарь для этого но физически пока миссия не нашел достаточно людей для того чтобы мы нет людей что производить мы физически у нас проблема в людях не в том что мы не можем это сделать люди уезжают на заработки все ты платишь и мы не можем платить и полторы 2000 евро в месяц конечно есть на маточное молочко на трутневый гумагенат на по полюс на пчелиный яд на воск куча спроса есть на пергу на пыльцу в этом году мы купили инвентарь для производства пыльцы но пока мало его развили думаю что по чуть-чуть мы будем это тоже развивать потому что инвентарь приобрели имеем какой-то опыт на эту тему работы осталось больше времени уделять этому думаем что в следующем году больше уделим этому времени как и в любом деле в пчеловодстве свои плюсы и минусы наш опытный пчеловод андрей колтук сегодня расскажет для начинающих пчеловодов всю поднакотную как правильно заниматься пчеловодством такой дельный правильный совет скажу думаю что для начинающих пчеловода это будет очень важно никогда не начинайте вложить деньги туда куда не знаете если мы говорим о пчеловодстве если вы надумали заниматься пчеловодством мой совет пойти по работе с пчеловодом который имеет опыт я вам скажу на своем опыте благодаря тестью я имею пчелы имею свой успех если бы я не учился у него то я бы не имел ни пчел нормальных, я думаю, что давно бы бросил это дело. Но благодаря тому, что я ходил, учился у него, я вникал в это, это позволило мне развить. Значит, смотрите, если ты хочешь заняться пчеловодством, надо выучить эту работу. Когда вы хотите стать юристом, вы идете в университет. Когда вы хотите стать аграрником, вы тоже идете сначала в университет, а потом начинаете становиться аграрником. У нас в Молдове, конечно, мало кто учился в университете и стал хорошим аграрником, но я вам скажу, у тех же аграрников, которые имеют хороший успех, у них есть люди, которые учились все-таки агрономии и знают, когда и что нужно сделать. Если этого не будет, то вы не сможете иметь успех. В пчеловодстве тоже нужно научиться. Хорошо было бы, конечно, получить немножко теорию. У нас сегодня есть в Молдове институты, которые обучают по пчеловодству, можно обучиться у них, а потом пойти сделать практику. А практику, мой совет, проходить всегда у пчеловодов, которые имеют опыт, которые имеют много пчел и которые имеют успех в пчелах. Потому что можно иметь много пчел, но не иметь успеха. И только инвестировать, инвестировать все время деньги, а это неправильно. Любой работе нужно правильно научиться. Давайте начнем любую работу, какую бы вы ни взяли, если вы неправильно работаете, вы ничего не получите. Единственный большой минус в пчеловодстве – это мы зависим от природы. Мы зависим от того, что нам даст Бог. И как бы ты все ни сделал идеально, если не будет от природы, если не будет всего того, что необходимо. Например, мы приготовились к подсолнечнику, у нас все было хорошо, но подсолнечник не дал достаточно меда, не из-за того, что мы не приготовили пчел. Вопрос в том, что очень сухо, и нектаровыделения нет. И мы можем крутиться и танцевать вокруг, но ничего не поменяет. Как и в любом бизнесе, здесь есть немалая конкуренция. Нужно постараться и правильно все продумать, чтобы не разориться. Такой риск и есть, говорят пчеловоды. Конечно, у нас в Гагаузии большая конкуренция, потому что, я вам сказал, плотность пчелиных семей в Гагаузии очень высокая. Люди у нас работящие. И знаете, как в любой деревне, если у меня хорошо получается чему-то, то почему бы моему соседу не получится попробовать сделать то же самое, что и у меня. Естественно, это передается, и люди, большинство у нас имеет много пчел. Естественно, у кого-то получается, у кого-то не получается. Ну, так она в жизни. Плотность большая у нас. Одной из важных проблем, с которыми каждый год сталкиваются пчеловоды, это то, что сельхозпроизводители иногда не оповещают о том, что будут опрыскивать свои поля. Или же сообщают, но очень поздно, и пчеловоду не успевают перевезти свои пасеки. Это приводит к тому, что погибает много пчел. Я возил четыре раза с одного рапса на другой. Из-за этого, потому что брызгают в рапсы. Я не хочу, может быть, говорить имена, потому что, хотя таких людей надо говорить, но будет неэтично с моей стороны. Мы договорились с лидером, что мы поставим у него пчел. Спросили, когда он будет опрыскивать. Он говорит, три-четыре недели мы не будем опрыскивать. Мы все сделали, мы приготовили, вы можете приходить ставить пчел. Они сказали, где примерно можем встать. Мы пришли, выбрали место, поставили. Все было хорошо. Примерно шесть-семь дней мы стояли на этом рапсе. Звонит звонок мне. Мы будем опрыскивать, что завтра. О, мы завтра будем брызгать поле. Ну, как брызгать, если бы мы договорились с вами, что вы не брызгаете три-четыре недели. Тут недели не прошло, вы уже брызгаете рапс. Ну, понимаете, у нас мы тоже теряем урожай и так далее. Мы будем брызгать препаратом, который не вреден челу. Ну, хорошо, давайте. Он вроде бы сначала заранее нас предупредил, что с вечера утром будет брызгать. Мы, естественно, рано утром... У нас пчелиные улья такие, что мы можем закрывать. Если есть улья, которые не имеют хорошей вентиляции, их невозможно закрыть. И есть у меня знакомый, который в этом году закрыл и больше полпасеки погибло. Из-за того, что закрыл. Не из-за того, что отравили, а из-за того, что закрыл. Если я могу закрыть, но, опять же, на сколько закрыть? Если мы с утра до 10, до 12 часов еще подержим закрытый, да, окей, а потом происходит проблема большая, то он нас предупредил с вечера. Мы закрыли рано утром пчелы. 10 часов, трактора нет в поле. Звоним, где ваш трактор? Вот начал мы растить дождь, мы не можем. 12 часов, пчелы закрыты, трактора нет в поле. Я звоню, все, трактор едет. Пасмурная погода была, но мы думаем, ну, пасмурная погода, еще не так температура высокая, это весна все-таки, думаем, окей, потерпим еще. Все, 3 часа дня, трактора нет на поле, мы отпускаем пчел. В тот день они не брызгали пчелы. Но до 3 часов наши пчелы были закрыты. Я сказал, погибнут пчелы, будем по-другому разговаривать. Начал он брызгать, мы пришли и начали закрывать днем литки, чтобы хотя бы та масса, которая не вышла, не выходила. Но это такая каша произошла, что мы все-таки отпустили всех пчел. К вечеру был подмор, потому что хоть препарат, который не вредит пчелам, но когда он обильно попадает на пчелу, он сжигает пчелу. И пчела все равно погибает. И это произошло у нас. Если честно, таким людям надо было идти, с ними ругаться, добиваться, судиться. Но мы не из тех людей, поэтому мы все-таки решили доверить это дело Богу. Все, что этот человек сделал, Бог его благословит по-своему. Поэтому нас Бог не оставил, и все равно наши пчелы все не погибли. Мы в ту же ночь забрали пчелы туда. Мы больше там не остались, потому что он на следующий день обещал брызгать, не брызгал. Через день аж брызгал, и закрытыми столько пчел я не мог держать. И мы забрали эту пчелопасеку, отвезли на другое временное место, потому что другое место быстро сразу не нашли. Оттуда мы забрали на другое место, там плохо давало, и перешли на другое место. Куда перешли на другое место, через два дня там опять брызгали. Но там брызгали цивилизованно уже. Там уже была договоренность, когда брызгают, во сколько брызгают. Они делали это короткое время, это делали до 11 дня. И пчелы не страдали, и было правильно. Вот можно брызгать. И я этому лидеру сказал, давай приходи в 5 часов дня, масса пчел нету. Вы можете опрыскивать, если какой-то небольшой подмор будет, мы вытерпим этот процесс. А так получилось, что вот не хотел, и все, я не знаю. В этом году внесены изменения в закон о пчеловодстве. Вводится новое понятие информационная система. Пчеловод будет обязан зарегистрировать в информационной системе адрес стационарной пасеки, количество пчелиных семей, а также адрес владельца пасеки. Также регистрация пчелиных семей. Если раньше они регистрировались в местных примариях, то сейчас они должны будут это сделать в информационной системе. Немаловажным пунктом является и охрана пчел. Чтобы нам облегчилась ситуация, закон должен быть на стороне пчеловодов. К примеру, естественно, препарат, который не вреден пчел, это естественный процесс. Но должно быть указано четкое время, с какого по какое время можно делать этот процесс. А толку, что он меня оповестит, что он будет брызгать, он выпишет это в монитору, он напишет на сайте, он будет опрыскивать, но он придет и будет брызгать днем. К примеру, с 10 дня, когда уже росы нету, до 3-4 часов дня. А как я могу летом закрыть пасеку, где кишит пчелами, на такое длительное время? Это всегда негативно влияет на пчел. Всегда. Потому что, когда вы закрываете улей, происходит в улей паника. Если происходит паника, в улей поднимается температура. А вы представляете, на улице 30 градусов тепла. Кроме того, там паника внутри. Во что это превращается? Почему я говорю, что у моего друга знакомого, у него 100 с чем-то семей, пчелосемей, и из них половина просто-напросто погибла от температуры высокой, и все поплавилось, все испортилось. Хорошо, я же объясняю. Меня это информирует. Вот такого-то числа мы с 10 утра до 4 вечера будем опрыскивать поле. А что это меняет для меня, как пчеловода? Ничего, потому что я не могу закрыть пчел в это время. А вот если бы в законе указали, если бы они пришли, спросили пчеловодов, вот какое время можно опрыскивать, чтобы не повредить пчелам? Ну и в то же время, чтобы использовать и для агрария, чтобы было хорошо. Вот если бы там написали нормальные сроки, часов, когда это можно, да, это была бы значительная помощь для всех пчеловодов, потому что у меня погибло пчел, со мной там, кто были, у всех погибли пчелы. Но этот лидер не повел никакого ущерба для себя. А для нас был ущерб. Быть пчеловодом – это как участвовать в лотерее. Никогда не знаешь наверняка, сколько меда у тебя будет. Пчелы тоже живые существа, и они чувствуют, когда ты делаешь это от всего сердца или ради прибыли. Для нас пчеловодство – непростой бизнес. Допустим, с людьми сложнее, в смысле, что от тебя не так много зависит. А здесь о пчелах зависит от тебя очень много. То, как ты будешь вести свое, строить свое пчеловодство, будет зависеть будущее твое. Если мы начнем это правильно сначала, с сегодняшнего дня, вот сейчас, в этом году, кстати, мы начинаем подготовку к зиме с июля месяца. Если обычно мы это начинаем с августа месяца, то сейчас, вот у нас июль месяц, мы уже ведем подготовку к зиме. Потому что этот год очень сухой, и пчелы это чувствуют, и мы это видим по пчелам. Поэтому мы должны идти в ногу с природой, не в ногу сроком каким-то, а в ногу с природой. Природа нам диктует. Девиз – никогда не сдаваться, первое. Я человек, тот, который верит в Бога и очень много времени уделяет для этого. И Бог сказал, написал в своем слове – в поте лица человек будет добывать свой хлеб. И так и есть. Пчеловодство – это пот и труд. Ну и радость. Вы знаете, радость в чем? Ты видишь результат своего труда. Если ты работаешь с людьми, то не всегда оправдывается твой труд, а животные – они более послушные. Если ты уделишь им душу, они тебе ответят тем же. И ты видишь результат своего труда. И когда ты работаешь с пчелами, ты получаешь удовольствие. Поэтому мой девиз такой, что в поте лица ты будешь добывать свой хлеб. Если ты уделишь душу, то тебя пчела даст тем же. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Кстати, я знаю.